Международный турнир Кубок Ильи Ковальчука проводится в нашем городе в седьмой раз. Традиционно в нем принимают участие команды, состоящие из ребят 99-го года рождения. Однако в этом году 16-летние хоккеисты передают эстафету своим младшим коллегам 2004-го года рождения. Поэтому впервые было разыграно сразу два комплекта наград. А вот география турнира сузилась. Всего участие приняли 12 команд из четырех стран – Латвии, Белоруссии, Казахстана и России. Несмотря на это, Кубок Ильи Ковальчука, по словам гостей турнира, остается весьма престижным соревнованием. Это очень престижно. И была задача поставлена на самом деле взять этот кубок на последнем турнире для 1999-го года рождения мальчишек. Ковальчук – это, конечно, имя большое. Поэтому с этой стороны, скажем так, большой престиж – повесить дома медальку с этим названием турнира. В Верхневолжье было представлено на турнире командами Тверичи. В возрастной группе 1999-го года рождения наша ледовая дружина не смогла одолеть двух соперников из пяти – белорусский клуб «Славяне» и сборную команду «Латвия», которая в итоге стала обладателем Кубка Ковальчука. В итоге тверитяне заняли почетное второе место, пусть и не без помощи московских ребят, сыгравших в составе команды. Есть два москвича всего. А потому что везде москвичи. Вы можете посмотреть на сайте каждого игрока, посмотреть состав половины ЦСКА, половины белых медведей. Поэтому не хотелось бы быть мальчиком для бития. А вот тверичи 2004-го года рождения, которые также завоевали серебряные медали турнира, обошлись своими силами. При этом главный тренер Роман Брынцев отметил, что если раньше всех ребят даже с минимальными признаками таланта родители увозили в другие города, то теперь в Твери созданы условия для профессионального роста. А потому и способная молодежь чаще всего остается в нашем городе. Потому что у нас есть хорошая команда мастеров, хорошая команда МХЛ, хорошая цель – попасть в команду в молодости, лет 16-17, попасть в команду в ТХК. И у тебя будут огромные шансы попасть в команду КХЛ, ну и выше. Что касается турнира, то, по словам Романа Брынцева, разыгралась команда только к концу соревнований. В итоге результатом наставник 11-летних спортсменов остался не вполне доволен. И, надо сказать, амбициозная молодежь поддержала настроение своего тренера. Мне очень плохо, что второе место заняли. В следующий раз займем первое. Первое на войну? Да! Не будем останавливаться на втором. В этом году ребята 2004 года рождения уступили золото команде «Буран» из Воронежа. Однако у спортсменов еще будет возможность отыграться, поскольку именно они в ближайшие несколько лет будут защищать честь региона на этом турнире. Светлана Маркина, Виталий Осипов, Рентовый пилот.